Всем приветики! С вами Мелес, и мы продолжаем играть в Гарольд Халибуд, так что надевай наушники, бери что-нибудь покушать. Приятного аппетита и просмотра! Поехали! В прошлой серии мы поговорили с директором, и она вместе нам с Монроу поручила присмотреть за Саймоном или Сайрусом. Точно не помню, потому что у нас являются какие-то энергетические проблемы. Это раз, и во-вторых, нам пришло сообщение с земли. Это два. Бананы были, еще что-то интересное. И вот мы идем домой, и тут какая-то надпись. Почему это? Она здесь. Кто написал это? Тьфу, граффити. А, это то граффити. И какой смысл спрашивать, где наш дом? Как будто у нас есть еще какие-то варианты. Не могли бы просто записки разбросать? Интересно, это снова хранители света или просто кто-то стиль копирует? Узнаем ли мы, кто они на самом деле? А, это по заданию тоже граффити, который нам надо было стереть. Я думала, граффити как как будто рисунок какой-то. Что с твоей рукой? О, господи. О, господи. Ты понимаешь, это я делаю. Ты чего? Господи, как я перекосаемик. Что с тобой происходит? Черт. Ешкин, моя трешкин. Да, это что-то с чем-то. Да, походу у него рука пляшет своей жизнью. Вот это да. Такого мы вообще не видели еще никогда. О. Здрасте, профессор. О, это новые чашки? Они. Сам посмотри. Плянуйся, я их заказал. Гарольд, просто посмотри. Но ты потерял путь во тьме. Копай глубже, чтобы найти выход. Хранитель света. Удивительное дело. Это очень обычно. Если хранители света смогли достать камень, и они знали, что он нам нужен, выходит, это кто-то, кто... Гарольд, время позднее. На сегодня потрясение достаточно. Давай ставим догадки до завтра. Конечно. Я просто рад, что эти люди на нашей стороне. Так. Спокойной ночи, профессор. Посылка какая-то. Хорошо. Пора спать. Пора спать. Надеюсь, Мандро с нами не пойдет спать. А, ясно. Ее в клетку закрывает, она будет в клетке спать. Понятно. Куда-то наверх полетела бабуля. Так, а мы, пожалуй, ляжем спадки. В аквариуме. На самом деле, прикольно, красивое. Сверху стекло, море. Тот, кто допустил утечку, сейчас, наверное, ужасно себя чувствует. Хорошо, хоть на этот раз проштрафовался не я. Посмотрим, что принесет завтрашний день. Эллай. Теперь он реально вот так вот лег. Пать. Ой. День 1018252. Вау. Круто считает дни. Жаль, что не века было подобнее. В самом-то деле. Оп. Оп. Только сейчас, по-твоему, времени? Доброе утро, профессор. Сейчас. Я знаю, сколько сейчас времени. У нас полно работы. Как бы нам выяснить, кто такие хранители света? Может, тебе тоже захотелось узнать, Гарральд, но на сей дело позже. Наверное, вы правы. Чем я могу помочь? Отнеси камень, Бригитте. Я на подготовку сфере анализа, с которым ты вполне справишься. Хорошо. Сейчас же займусь. Еще кое-что, Гарральд. Запомни одну вещь. Хранители хранителями. Но наша задача – делать жизнь на корабле стабильнее, а не наоборот. Знаю, знаю. Ну, я пошел. Ну, нам куда, кстати, идти? Так, доставить камень. Доставить камень, Бригитте, в отдел энергодобычи. Пожалуй, у меня пора нестись. Секретарем. Понятно. Так, пошли сначала прийти, расскажем. Потом будем искать секретаря какого-то восьмого. А перед ним, видимо, еще и семь. Интересно. Так, жаль, что он не умеет бегать, потому что он так медленно ходит. Так. По-моему, слева-слева. Там у нас лифт. Туда идем. Он мне реально напоминает, как достать соседа. Вот главный герой. Серьезно. Вот, ну, чисто такой же почти. Так, энергетический район. Сколько ж мы билетов тратим. Надеюсь, это все оплачивается. Иначе опять бабуля будет нас вытаскивать из этого дела. О, может, примерим какой-то наряд? Пожалуйста, остановитесь. Да иди в жопу. Все равно нифига не работаю. О, Бригитта, Бригиточка, я к тебе. У меня для тебя камушек. Но не тот, о котором ты можешь подумать. А именно тот, о котором ты не можешь подумать. Плени туда. Во, сюда. Привет. Да, надо на расстоянии общаться. Привет, Бригитта. Готов расколоть этот камень, Гарольд? Разве нам не надо его просто проанализировать? Гарольд, какой же ты бываешь зануда. Ну ладно, на анализ этого малыша идет какое-то время, и я позову тебя, когда все будет готово. Здорово, спасибо, Бригитта. Спасибо, Бригитта. Да, Гарольд. Раз уж ты здесь, ты не поможешь мне с одним делом. Почему бы нет, но разве... Да, брось, я уверена, что ты справишься. Я хочу провести один маленький эксперимент. Пульс дистанционного управления конвейерами не работает. Я ставлю на Сайруса и его кружки с чаем, которые он вечно забывает, а потом опрокидывает. Я хочу, чтобы ты помог мне с ручным управлением. Это я могу. Я буду записывать и анализировать данные. Ну, поехали. Видишь вон ту кнопку? Мольшая кнопка рядом с конвейерами запускает и останавливает их. С этим я справлюсь? Да-да, поменьше самоуверенности. Я буду направлять через громко-говорители по ходу дела. А, ясно. Значит, я буду распределителем ко мне, что ли? Останавливать и запускать движения машин? Прекрасно. Итак, через конвейер проходят анорганизмы трех типов. У каждого свой цвет. Славные? Правда? Видишь, как не облегчает тебе жизнь. Но пока тебе нужно сосредоточиться только на красных. Мы сравниваем их состав уже с полученными данными. Только красные, я понял. Надеюсь, а то я бы за тебя побеспокоилась. Так вот, кладешь их в зеленую машину и останавливаешь конвейер. Отлично, идем дальше. Видишь аналитическое устройство? Запусти его. Интерфейс там довольно простой, всего две кнопки. Одна измельчает образец, а вторая покрывает его раствором наших любимых космических бактерий. Измельчить и покрыть. Понятно. Молодец, а я тем временем подготовлю записи данных. Я скажу, когда можно будет начинать. Жди мои команды. Тут, как в комедии, главное выбрать правильный момент. Давай. Отлично, теперь нужно покрыть образец раствором. Карл, ты собираешься измельчать его в пыль? А теперь покрой раствором. Хорошо. Посмотрим, что тут у нас. Ага, вижу. Так, нам нужно обработать еще два браса для резипредка. Кого? Что? Репрезентабельного? Стоять. Так, держать, идем дальше. Поехали измельчать. Тут твои команды. Теперь нужно покрыть образец. Хорошо, хорошо. Покроем. Ну-ка, покажи, что получилось. Как интересно. Пасался еще один. Ну, давай. Ну, все камни измельчим, блин. Блин, бедный камушек. Давай, расщепляй его. Ломай его. Отлично. Мне кажется, мы тут можем все камни разломать. Зачем, интересно, их ломать, я не понимаю. Ну, как бы. Блин, зачем? Мы поняли, с чего они стоят. А, опять ты видишь. Да. Молодец, Гароль. Думаю, этого хватит. Зайди в оперативку, посмотри на результаты. Так, пошли, наконец-таки. А то надоело мне работать тут кнопкой какой-то. Мельчать камни, растворять их, посыпать чем-то. Да, ну нафиг, ты чё? Я осознан для большего. Эти результаты. Похоже, наши католические бактерии производят все меньше энергии. Это плохо, да? Да, но я не понимаю, почему. Ведь раньше с ними все было в порядке, почему сейчас? Ну, тут я тебе не советчик. Что могло измениться? Не знаю, я проводила тесты. Основные перемены уровень pH, плотность не меняются. Мы скармливаем бактериям ту же органическую материю. И фильтры я проверяла несколько раз. Они работают на той же мощности, что и всегда. А не может быть так, что на бактерии влияет что-то вне корабля. Не исключено, что органическая материя испытывает кое-какое воздействие прежде, чем попасть в фильтры. Но ни один из тестов, который мы проводили, не выявил никаких принципиальных отличий. Рано количество энергии, которую они вырабатывают, сильно уменьшилось. Для паники пока рано, Гаррад. Это просто тенденция, которую мы должны остановить. Если, конечно, мы не разработаем новую систему по производству энергии. Никакой паники. Какой кошмар. Мне надо вернуться к Моро, но если я могу делать что-то еще, только скажи. Я буду иметь в виду, Гаррад. И спасибо тебе. Короче, паника, паника, паника. У нас энергии не хватает. У нас не хватит энергии. Мы все погибнем. Мы все скинем на этом чертовом корабле. У нас не хватит энергии. Пожалуйста, выберите категорию списка. Так, Гаррад. Фильтрованная станция опять засорилась. Прочисти ее, пожалуйста, как следует. Сейчас я как прочищу эти фильтры. Ой. Все трубы блестеть будут у вас. Да, 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 да. Да, 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 да. Загрызнение обнаружено. Все. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну, вообще-то, она сказала, загрызнение обнаружено тогда. Ладно, нам надо обратно в лабораторию. Я так понимаю. Прочистить фильтры. А может, покормить фильтры и прочистить рыбок? Как обычно. Вы прибыли. Ого, я прибыла. Согласна. Пожалуйста. Мне больше негде путешествовать там. Так, мне вроде как надо... Блин, а куда мне надо пойти, чтобы прочистить фильтры? Я забыла. Ой, что это было? Так, где мне ваши фильтры-то прочистить? Я не знаю. Здесь рыбок покормить? Блин, а здесь надо рыбок покормить. Да, а здесь рыбок-то кормить надо. А где мне фильтры прочистить? Точно не здесь. Я реально забыла, где фильтры. Стоп, 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 стоп. Где фильтры прочистить? Где прочистить фильтры? Где-то вниз. Куда-то вниз идти надо, да? По-моему, вниз. Да, там была отдельная комната, чтобы чистить фильтры. Опять. Опять. Уборка фильтров. Все, пошли. Пошли. Это нам вниз надо. Главное не встретить белобрысовая качка. Точка. В халате. Шелково. Точка. Так, вроде как, нам вниз. Туалет нам не нужен. Вот. Фильтрейшн памп 014F. Нам туда. Я хочу быстрее продвижения. Вот эта вся ходьба здесь очень много. Я хочу быстрее тут бегать, ходить, чтобы уже по сюжету продвигаться. Мне очень интересно. Вообще-то. Во-во-во-во. О, господи, какая вода грязная опять. Да? А. О, бывает и хуже. Но разве не должно быть что-то еще? Что-то еще в этой жизни? Ну, бери, почини, обеги все кругом. О, погодите. Что зашло? Вот, может быть в жизни что-то еще? Ну, слушай, я за ним петь не буду. Я убираю и подчиняю, пока все силы не растеряю. Что за шваброй в обнимку надрываю я спинку. Ради чего? Никто не похвалит, не выдаст медали на чуть-где польет, на помощь зовет. Должно быть в жизни что-то еще. Я мог бы художником стать у всех на устав. Я мог бы шеф-поваром быть знаменитым. Но, видимо, такова судьба моя. А пусть первым тревог и забот. Это не так уж июбренно. Доря откровенно, разве может быть в жизни что-то еще? Слушай, мне кажется, он нашел свое призвание. Точно не чистить фильтры рыбок. Мне кажется, ему надо в хорроте. Он отлично поет. Ой, прости, Гарольд. Привет, Томми. Прости, ты меня напугал. Да я и сам испугался. Зачем, пожалуй, на фильтровую станцию? Ты знаешь, просто... Думаю, мне пора. Но ты только пришел. Может быть, я могу помочь? Я просто искал Фрэнкки фильтра, но, похоже, его здесь нет. Этот парень скользкий, как угорь. Ага, я вообще его никогда не видел. Ладненько, пойду я. Увидимся, Гарольд. А, ну ладно, пока, Томми. Так, ну мы не только фильтры почистили, но и... Сделали целую вокальную бригаду, походу. Так, что нам здесь надо теперь сделать? Пожалуйста, выберите категорию... Наш процесс готов к анализу. У меня хорошее предчувствие в этот раз. Угу. Значит, надо к Бригитте. Окей, Бригитта у нас, походу, находится в энергетическом центре. О. Ну, пошли. Привет, наш. Он, знаешь, с каждым роликом раскрывается с новой стороны. Сегодня хотя бы с хорошей. У него есть талант. Уже приятно на душе. Уже горжусь им. Хоть что-то он умеет делать. Да, а не только драйвить фильтры рыбок. Так, нам кажется, налево. Хорошо, что мы уже все выучили. Надеюсь, нам хватит денег на билеты. И не придется бабуле платить за нас. Так, пожалуй, энергетический район. Фантастик. Ими. О, 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 о. Смотрит камушки. Ну, пошли. Может, она нам расскажет про какие-то редкие камушки. Ну, ладно, про наш камушек, которые мы принесли вроде. Ну, шо, Бригитта, рассказывай, че, как там, как мои камни поживают. Привет, Бригитта. О, привет, Гарольд. Уже закончил с образцом? Чего? Я здесь как раз за ним. Вот дурачок. Я же тебе написал, что я отправила его на полку с образцами. Ой, прости, я не заметил. Как раз для этого и существует конвейер, чтобы мы не бегали сюда-сюда сто раз. Я знаю, я просто... И правда думал, что заставлю тебя снова добираться сюда, только чтобы его забрать? Да, нет, то есть, ну, наверное, выцарился бы хаос. Люди бы бегали туда-сюда, искали предметы лично. Никто бы ничего не успевал. Ага, виноват. Пойду, возьму его с полки. Хорошо, раз уж ты здесь. Спасибо, Бригитта. Прости за беспокойство. Пока. Хорошо, мы ее сшили. Нормально. Но, слушай, она нам не писала, что он лежит где-то на полке? Совершенно не писала. И почему геймпад сходит с ума? И что? Он с ума сходит? Он мандражирует. Из-за чего? Боже. Капец. Бригитта сказала, что она отправила образец на полку образцов в лаборатории. Я могу начать анализ, какие тайны вселенной он может нам разгадать. О, успокоился. Офигеть. Он успокоился. Вау. Что это было, я не знаю. Прошлый раз? Раз. Как раз таки. Кадр до этого, когда я снимала, он тоже с ума сходил. Просто без причины. Обычно это происходят какие-то моменты экшена обычно у нас в играх. Более экшено. А тут-то ничего нету, никаких моментов. И провалились как унитаз. Килька. Килька поплыла по канализации. Килька. Килька. Только килька. Только который еще умеет петь в душе. Так. Давно мы не видели Белобрысова. Красавчика в палате. Полкова. Мне кажется, он скоро к нам заглянет. Думаю, так и будет. Я, кстати, немного спойлер увидела. В самом-то деле. Мы потом такие картины красивые увидим мира. Мы выйдем с этого корабля наконец-таки. Так. А на полку она мне отправила куда-то на полку. А на какую полку бы знать, конечно. На какую-то мне полку отправила камень сюда. А, стой. Вот, наверное, вот сюда. Открыть. Нажать на кнопочку. И выбрать камуш. Какой? Вот это. Отличный. Теперь его сюда. А ты один не боишься это делать? Вдруг ты что-то не то сделаешь? Слушай, мне самой страшно. У него аж рука выкосилась. Так, давайте посмотрим, из-за чего весь этот переполох. О, да. Я вижу. Большие отметины. Плотная каменистость. Любопытный слой. Высокая. Высокая вероятность, что это... Этот фрагмент далеко далекой галактики. Фрагмент... О, боже. Профессор, вы меня напугали. Это же... Мы думали об этом совершенно неверно. Эти данные указывают... Но противоречит. Возможные последствия. В чем дело, профессор? Эти показания приборов. Кажется, я знаю, что они значат. Ого, и что они вам говорят? Фрагменты камня. Похожи на углеродистый хондрит. Редкий, но аминокислоты. Определение возраста. Это вратный отсчет. Отлично. Отчет для чего? Наше окно. Его образец позволит... Что? Сейчас мы находимся в двухгодичном периоде прерыва между постоянными солнцами и бурями. Этот период заканчиваем. А если мы не успеем, то ждем. Еще 80 лет. Большой из нас... Ничего себе. Так вы можете посчитать, сколько времени нас осталось, если мой подсчет вернее, два года периода спокойствия вот-вот закончатся. Спасибо, что так быстро. Если точно, у нас осталось ровно во все 9 дней. Думаете, мы успеем? Разве что произойдет чудо, и мы найдем новый способ запустить двигатель корабля. Мне нужно срочно перепроверить эти данные. О, какой кошмар. Хорошо, профессор. Оставлю вас в покое. Если ты успел прочитать... Молодец. Хоть на паузе прочти, потому что это нереально. И тараторить даже не могу. Это капец. Обожаю эти тайминги. Так, что это? Эй, Гарри, это Феликс. Я тут узнал кое-что крупное. Очень секретно, ты крутой чувак. Так что, если хочешь узнать больше, встретимся в аркадах о горе. А если кому скажешь, я отпущу твою рыбу в океан. Зараза-то. Так. Феликс хотел встретиться со мной в аркадах о горе. Поехали. А стоп, а с кем там поговорить надо? Ретарем? Ай да, ну нафиг. Да-да. Пошли в аркады о горе о горе. Я же говорила, что его давно не было. Я чувствовала, что скоро появится. И вот он здесь. Интересно, он тоже будет в халатике? Может, хоть поменяет? Так, стоп, нам туда. Чуть не туда пошли. Тут заблудиться, как нифиг делать. Совершенно одинаковые коридоры. Так, аркады о горе. Получается, у нас всего восемь девять дней, когда мы потонем? Что ли? Интересно. Очень непонятно. Ай, ты кто? Привет, Феликс. Я пришел. Что там у тебя? Тише. Погоди. Я не могу тебе ничего рассказать, пока здесь все эти люди. Ладно, не хочешь дождаться, пока все уйдут? Да, только так. Ладно, жаль, ты раньше не сказал. Я бы книжку зал почитать, что ли. Что ты сейчас читаешь? Последнюю книгу серии Четверка из Феодора. Это Звери с глубин? Нет, это Плащ Персифона. А я думаю, Звери с глубин в последнем вышло. Может, я ошибся? О, смотри. Это же Черри Бофлсоп? Кто это? Ну ладно, ты не знаешь, что-то Катерри Бофлсоп? Это странный критик из Хроники? Я подросток, я не читаю газеты. Ну, то есть комиксы читаю, конечно, и колонка советов на самом деле отличная штука. Я почти уверен, что это Черри. Тебе никогда все это не кажется странным? Эти люди у каждого свой дом, свои жизни, свои мысли. Они даже не знают, что мы существуем. Ну, вообще, они же нас видят. Да, но это не то же самое верно. Наверное, ты прав. Как дела в школе? Что? Тебя Тинербаум отправился на наследить? Крис? Нет. Я просто спросил. В школах, как всегда. Я пытаюсь сконцентрироваться на уроках, но это все так... Исмысленно. Я имею в виду, зачем вообще нужно учиться, чтобы заниматься тем, кто хотел бы заниматься, и они точно не рассказывают нам о том. Но ведь нужно просто учиться. Ты никогда не знаешь, что тебе пригодится. Мне кажется, я узнаю гораздо больше, если буду изучать мир сам. Разве ты не можешь делать и то, и другое? Ты всегда сможешь изучать мир сам, но у тебя не всегда будет кто-то вроде Криса. То есть, мистер Тинербаума, кто будет готов весь день тебе с этим помогать? Наверное, было бы круто знать вообще все. Ну, сколько, если вот так очень быстро читать? Добрые федоряне, вся транспортная система только вода вскоре закроется на ночь. Пожалуйста, рассчитывайте время своего путешествия. Если на этом стоит... Ты не разочаруешься, все чисто. Следуй за мной. А мы уедем? Это что за путешествие? Это, друг мой, туннель тайны. Похоже на обычную интервенционную шахту. Узкую и темную. Ага, они хотят, чтобы ты и так... Ты так думал. Вперед. Очень интересный момент. Как тут уютно. Просто иди следом и доверься мне. Ладно, ты обещаешь, что никому не расскажешь? Клянусь. Кому мне рассказывать? Моро? Но она опять скажет, что я придумаю сказки. Лучше все-таки ты расскажи мне какой-нибудь свой секрет, чтобы мы были в равных условиях. Ладно, так будет по-честному. Я пою в душ. Однажды я уронил кое-что в один из фильтров, и мне пришлось... Воу-воу-воу. Ладно, да, этот пойдет. Что происходит? Мне кажется, под нами сейчас что-то порвается. Мышь! Феликс, может, все-таки расскажешь, куда мы идем? Все в свое время. Фига он мандражирует. Просто с ним. Просто с ним. О, господи. О, господи. О, господи. Господи, боже. Что с тобой? Слушай, Феликс, как хорошо ты знаешь эти туннели. Мы с случаем не потерялись. Доверьте мне, я тут практически живу. И родители не дома, или, в общем, мне нужен свой тихий уголок. На корабле столько мест, о которых никто не знает. Они бы тут вообще пролезли? Скорее всего, нет. Я рада, что они даже не пытаются. Неужели все так плохо? Да нет, они нормальны, просто все время заняты. И много чего мне позволяют. Ты мог бы попробовать не влезать в предряд. Вот только не говори мне, что ты сам поеб, мальчик. Ну, профессор бы так не сказала. Она ведь тебе не мама, да? Нет, но можно сказать, что она мне вырастила. А, твоя настоящая... Ты уверен, что мы не потерялись? Уже недолго осталось, не волнуйся. А я очень волнуюсь. Я еле ползу, видишь, мандраж во всех пятках. А я не могу быстрее ползти? Как бы, ну, серьезно. Не могу. Я могу приближать. Вот на столечке. Прикольно. Классно. Оп. Ладно. Странная стена пошла дальше. Куда мы в итоге пойдем? О, круто, правда? Я никогда не смотрел на это с такой стороны. У нас тут не очень разнообразные виды. Нужно находить новое зрение. Неплохо ты это где-то прочитал? Нет, по крайней мере, я такого не помню. Хочешь? Нет, спасибо. И тебе не стоит. Расслабься, ты жвачка. И потом, курение это для тупых взрослых. Хорошо. Я тогда, пожалуй, возьму одну. Спасибо. Его звали разведчик. Он решил соступать туда, куда не знали идти другие, или не могли. Он не стремился к славе, но он был лучшим в своем деле. Он открыл новые земли. К нему пришли хранители света. Они предложили ему работу. Кабы и духом принял бы деньги. Но разведчик работает один. Его нельзя купить. Лишь разведчик видит вещи такими, какие они есть. Он глядывает в свободные глубины, пока бездонная толпа рассматривает свои ботинки. Если бы только они могли понять. Разведчик – легенда. Мы пытаемся выследить его уже много лет. Если кто-то и сможет найти, то это вы, агент Гаррельсон. Как думаешь, что будет теперь, когда оказалось, что Земля все в порядке? Не хотят лететь домой, но... Ага, это Земля. Много времени. Лишь много. Пойдем дальше. Ну, пойдем дальше. Ну, пойдем дальше. Ну, есть, у пойдем? Харрель, ты живой? Вроде бы. Ну, у меня хватит пальцы. Это ты, скорее всего, приземлился в лужу конденсата. Где я? Как мне оттуда выбраться, Феликс? Не знаю. Удачь тебе с этим. Увидимся позже. Мысли. И не попадай с никого на глаза, а то ты нас раскроешь. Ладно, Феликс, будь осторожен. Забавно слышать такой того, кто только что нырнул в лужу. До скорого. Класс. Мы упали в какую-то передрягу в шахте, и не знаем, как отсюда выбраться. И малой нас бросил. Потрясающе. Что может быть? Да, да, 400%. Я свяжу свою кожу по поводу... О, слепой майор, заходи и присаживайся. Мадам директор, у меня для вас такие новости. Уж надеюсь, время и деньги я не собираюсь тратить его на пустую болтовню. Когда у нас такая опасная проблема с обрежь с общественным мнением. Отлично, теперь, когда вы опробовали мою новую сверх-охлаждающую систему, вы вдумаете о моей процедуре запуска? Вы ведь не хотите полагаться только на Сайруса? Да, кстати, об этом я все еще слышу из-за проклятых мышей вентиляции. Значит, не так уж там и холодно, а стало быть, не так уж эффективно. Если ваша система не может даже просто распугать мышей, то каким образом она запустит двигатель? Не смею вам возражать, но вы включили ее на максимум? Да, на 10. А, я так и думала, видите ли, максимум у нее 11. Но почему бы вы просто не сделаете 10? Неважно, покажите мне честь. Разумеется, вам нужно всего лишь немножко надавить на рычажок. Вот так. Подождите пару минут, и ваши мышки превратятся в ледышки. Хорошо, возможно, вам стоит собрать прототип. Через 10 дней мы устроим небольшую демонстрацию для населения. Получим финансовую поддержку, может быть, даже голосование. Похоже, у вас система не совсем безнадежная. Прям замерзает. Да, то есть я хочу сказать, хорошо бы еще пару дней на настройках охлаждающего коэффициента. Никаких задержек. Это и так тянется слишком долго. Нам нужно показать деятельность. Вы меня знаете, я работаю как ураган, но и без спешки. Я должна работать идеально. Статки слишком высоки. Я буду работать предельной аккуратностью. Но если вам удастся ускорить процесс... Ни слова больше, манам директора, вы все увидите на демонстрации. Отлично, а теперь по поводу того совместного бренда перчаток только вода. Я отсюда не выберусь, то стану... Гаральдышкой. Гаральдушкой. 100%. 100% 100%. Продолжение следует...